Добрый день! Мы представляем вашему вниманию серию интервью, посвященную диагностике целиакии. И сегодня следующей темой нашей является эндоскопическая диагностика целиакии. С одной стороны эндоскопическая диагностика крайне важна, потому что она необходима для проведения правильного дифференциального диагноза, а с другой стороны это то исследование, которое позволяет нам получить необходимое количество биоптатов для окончательной верификации диагноза. И обсудить все тонкости эндоскопической диагностики мы пригласили Кирилла Вячеславовича, заведующего эндоскопическим центром МКНЦ. Здравствуйте! Очень рада вас приветствовать! Спасибо! И первый вопрос, скажите пожалуйста, можно ли по каким-то эндоскопическим признакам заподозрить целиакию у наших пациентов? Ну при эндоскопии или при капсульной эндоскопии таким патогмоничным признаком является атрофия ворсинок слизистой, некая мозаичность рисунка, местами может быть изъязвление или такой бельсоватый оттенок. Но это, наверное, одни из тех критериев, когда мы можем думать о целиакии. Да, действительно, в нашей клинической практике были такие случаи, когда врач эндоскопист во время исследования, видя определенные признаки, уже брал биоптат из слизистой оболочки тонкой кишки и вот мы получали диагноз целиакии. Это может быть анемичная слизистая. Были ли такие случаи у вас? При рутинном исследовании мы, конечно, должны обращать внимание на изменения слизистой и на бледной слизистой в том числе. Но, большей частью, работая в институте гастроэнтерологии, человек приходит к нам после общения с гастроэнтерологом и на основании клинической картины сам гастроэнтеролог уже ставит нам определенную задачу и заставляет обращать внимание на эти тонкие детали, которые иногда при первичной встрече с пациентом не так бросаются в глаза. И когда мы видим что-то белесоватое и это сочетается с определенной клинической картиной, мы более агрессивны в заборе материала для морфологической верификации целиакии. Действительно, это очень правильная тактика, потому что направляет на эндоскопическое исследование врач гастроэнтеролог, ставил задачу перед эндоскопистом, потому что характерных таких критериев только эндоскопических для постановки диагноза целиакии нет. И поэтому очень важно получить биоптаты. И поэтому второй вот мой вопрос, а какое количество биоптатов из каких областей их надо брать для того, чтобы правильно верифицировать диагноз целиакии? Как говорят хорошие морфологи, биопсии много не бывает. Но, видимо, такие тенденции происходят и в этом направлении. Потому что раньше мы брали два кусочка из-за лупочного пространства, но теперь, я так понимаю, по новым стандартам нужно брать как минимум четыре кусочки из-за лупочного пространства и сочетать ее еще с биопсией с листой луковицы 12 перстной кишки не менее одного кусочка. Ну, то есть, в общем, сложности получается пять. Да, действительно, эти рекомендации, они обоснованы и они закреплены в рекомендациях по диагностике целиакии у взрослых и детей. Поэтому мы рады пригласить вас в наш центр для правильной эндоскопической диагностики целиакии. И будем рады вас видеть.